Девушки отдыхают 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 несколько легковушек. Пожар начался с автомобиля Сан-Йон. От огня пострадали припаркованные рядом ВАЗ и Ниссан. О происшествии спасателям сообщили в начале второго часа ночи. И уже менее чем через 15 минут пожарные потушили возгорание. По предварительной версии причина пожара поджег автомобиля Сан-Йон. Дорожные войны, кстати, развернулись и на правобережье. Жители по адресу Красноярский рабочий 184 пытаются отвоевать зеленую зону возле дома. По их словам, на месте, где они привыкли гулять, собираются сделать проезжую часть. Причем работа уже вовсю кипит. Строители наметили границы будущей дороги и вырыли ямы. Я хотела принести лопату и зарыть эту яму. Надо и зарою. Вот сейчас принесу эту лопату и зарою. Эту яму. Ну разве можно такое делать, а? Варварство, какую такую зеленую зону нашу испортить. Здесь, на предмостной площади, за зданием бывшего ночного клуба «Планета Красноярск» компания «Сибиряк» решила построить новый торгово-развлекательный комплекс. Действительно ли сотрудники этой компании похозяйничали на придомовой территории, нам узнать, к сожалению, не удалось. Но руководители, извиняюсь, оказались в командировке. А вот в департаменте градостроительства пообещали, что выяснят, кому принадлежат ранее установленные строительные конструкции. Не жадничай, поделись. Горожан приглашают стать донорами крови и помочь нуждающимся. Сдать кровь можно до 10 октября в МВДЦ «Сибирь» с 10 до 2 часов дня. Прихватите с собой паспорт и помните, что за день до процедуры нельзя курить и, конечно же, употреблять горячительные напитки. Все неравнодушны и в знак благодарности получат сувенирную продукцию и продуктовый набор. Научилась изгонять злых духов и даже узнала свой биологический возраст. Моя коллега Ира Ганюхова сегодня побывала на очень интересной выставке. Давайте посмотрим на какой. Здоровье ни за какие деньги не купишь. Мы это помним и поэтому стараемся посещать мероприятия не только вкусные, интересные, но и полезные. И поэтому мы завернулись сюда, на ярмарку здоровья, что открылось в выставочном центре «Сибирь». Массажные очки, они предназначены для снятия усталости с глаз. Допустим, при долгой работе за компьютером кто сидит или кто долго едет на дороге для расслабления. И женщинам также, что самое эффективное, у него есть очень хороший лифтинг-эффект. Ой, вы же мне нос так сломаете. А что у вас здесь такое происходит? Вот лечебный массаж воротниковой зоны. И как ощущения? Пока не знаю, сейчас определимся. А сколько нужно таких процедур, чтобы... Ну, в зависимости от проблемы. То есть, если грыжа, допустим, ну, около 10 сеансов. Ну, то есть, если остеохондроз, радикулит, это меньше, 5 сеансов где-то. А вот здесь у вас есть уникальная возможность проверить свой биологический возраст. Что я, собственно, сейчас... Этот прибор покажет также уровень стресса и насыщение кислородом. Работает китайский доктор. Здесь проводится краткая диагностика и, как бы, делаем краткие иглоукалывания. Ну, и если нужно, массаж. Это поющая чаша. Древний музыкальный инструмент, сакральный. Гоняет некоторые виды духов. Верите в них или нет, они существуют. И такие звуки им неприятны. Ну, как и все священные звуки. Когда она сделает процедуру, она, потому что с ней нужно пообщаться. Она лечит, там, что-то эходрус, как-то, вот это все такое. То есть, пока лучше не мешать? Пока не мешать. Она потом тоже, как бы, нервничает, когда ей мешают. Очень мы хотели попасть на сеанс к шаманке, но, к сожалению, не успели. А вот у вас еще есть целых 4 дня. Ярмарка здоровья продлится до 12 октября. Пробуйте на себе методы народной медицины, но помните, что консультации у врачей прежде всего. Пляжный сезон в Крыму подошел к концу. И сегодня в Симферополь отправился последний прямой рейс из Красноярска. Напомню, что благодаря субсидиям от правительства билет можно было купить всего за 5600 рублей в один конец. Теперь слетать на курорт по дешевке получится только в следующем году. К слову, стоимость билета останется прежней. Друзья, не расстраивайтесь. Провести хорошо время получится и без всяких перелетов. Красноярск попал в тридцатку городов России, где можно недорого отдохнуть с ребенком. Такой рейтинг составил крупный туристический сайт в преддверии осенних каникул. По их подсчетам, за сутки в нашем городе школьник в сопровождении, конечно же, взрослого потратит не более 4500 рублей. В бюджет поездки входит проживание в двух-трехзвездочной гостинице, обед в кафе, обзорная экскурсия на автобусе, музей, парк развлечений, плюс сувенир или детская игрушка. Первое же место в рейтинге заняла Кострома. Там туристы оставят около 3000 рублей. А самыми дорогими городами стали Иркутск, Москва, Екатеринбург. Там цена достигает аж 5000. Друзья, ну и по традиции мы подготовили для вас подарок. Это сертификат на доставку суши и роллов от суши сами на сумму 250 рублей. Если хотите сегодня поужинать по-японски, прямо сейчас отвечайте на простой вопрос в нашей группе во Вконтакте. Вопрос, как и приз, будет гастрономическим. 69 лет назад в этот день запатентовали микроволновую печь. Кто это сделал? Отвечать уже можно, а итоги подведем менее чем через час в 19.30. Испытываете тягу к двухколесной технике и жить не можете без зрелищ? В таком случае сразу после выпуска не пропустите на нашем канале телеверсию третьего этапа чемпионата Сибири по мотогонкам «Царь горы», который состоялся на горном Алтае в селе Манжирок. На этом, к сожалению, все. Любите и берегите друг друга. Увидимся с вами менее чем через час в 19.30. Всем удачного вечера. Пока-пока. 9 октября в городе Красноярске переменная облачность, небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс один, днем плюс четыре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова